всем огромный привет сколько же тратим мы денег живя в германии мы живем съемной квартире и здесь не обязательно покупать квартиру здесь можно просто жить в квартире просто ее найти но найти и очень непросто а в следующем видео я расскажу как муж искал 7 месяцев нашу квартиру и это еще нам повезло но сейчас не об этом значит живя в германии можно не покупать можно не имея своей квартиры съем квартире из поколения поколения мы сейчас живем в этой квартире потом могут наши дети наши внуки в отличие от россии здесь в германии все по-другому действие находишь квартиру и тебя сразу прописывают в этой квартире также в россии у нас этого невозможно Dazu нас могут максимум что сделать это временную регистрацию это многие очень и бояться делать потому что можно отсудить даже по временной регистрации можно отсудить часть какой-то квартиры либо всю квартиру не дай Поэтому россияне боятся прописывать. А здесь, в Германии, ты обязан прописать. То есть, если ты сдал квартиру, должен ты прописать человек. Когда ты подписываешь договор, в договоре все помечается. Например, мы въехали в эту квартиру, и у нас был пункт о том, что мы можем здесь жить с детками, но без животных. Поэтому наши все кошечки остались у бабушки в России. И еще, когда ты съезжаешь с этой квартиры, ты должен... Вот как мы приняли ее квартиру, допустим, белую, да, все стены белые, линолеум, все вот в таком состоянии, должен сдать. И за нашу квартиру мы платим 950 евро, это с отоплением. За что мы еще здесь платим? Мы платим за интернет, за домашний интернет. Он у нас не безлимитный, он с каким-то ограничением. Также мы платим за два телефона, за две сим-карты, интернет. Вот, 20 евро. И вывоз мусора. Мы платим за мусор 160 евро в год. Но буквально месяц назад мы платили ежемесячно. Этого делать, оказывается, нельзя. То есть надо ехать к ним, писать заявление, что мы хотим, допустим, разбить эту сумму. И пишите заявление, и тогда можете платить ежемесячно. Но нам об этом никто не сказал. И мы платили ежемесячно, переводили им на счет. И к нам пришла бумажка с предупреждением. Следующее письмо было бы штраф. Вот. И муж позвонил, узнал, и оказывается, вот так выяснилось. Теперь мы доплатили всю сумму за год. И будем платить в год. Там в год 160 евро выходит. Потом абонемент. У меня муж ходит в спортзал. И у него абонемент на 2 года. И стоит ежемесячно 22 евро. На продукты мы себе, как бы, в принципе, ни в чем не отказываем. Фрукты, и овощи, и сладости, и мороженые, и булочки, и хлеб. Ну, все, что хотим, мы себе покупаем. Что-то интересненькое пробуем. Что-то новое пробуем. Квитанция где-то выходит в 600 евро. Квитанция по плате приходит один раз в год. И для нас это будет либо шок, либо удивление, либо радость. Не знаю, какое будет состояние. Потому что для нас сейчас мы платим, мы переводим среднюю сумму, да, там, за отопление, за свет. И мы не знаем, перекрутили отопление, переплатили или не доплатили. И это мы узнаем только в конце года. Если мы не доплатили, соответственно, нам придется доплатить эту сумму. Если мы переплатили, то делается перерасчет в следующий год, и будем платить когда меньше. Это тогда будет здорово и классно. Ежемесячно у нас выходит примерно 1700 евро. Плюс-минус там может 1600 выйти, может 1800 выйти, да. Но это чисто коммуналка, это чисто продукты, без всяких каких-то покупок, вещей, в квартиру какие-то габаритные вещи. Сюда не входит. На этом все. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.